В сегодняшнем видео хочу вам показать, как проверить датчик дроссельной заслонки. Сразу говорю, это снялся с своего автомобиля, датчик ЭРО. Он вышел из строя, покажу подробно его неисправность. Приобрел уже от мобилитрон новый датчик. Для проверки датчика понадобится два таких вот провода. Сейчас покажу, для чего они именно нужны. А нужны они будут для подключения нашего датчика. Здесь, как видите, в сайте вот так вот датчик, нам надо как раз, получается, вот эти два нижних. Один правый и посередине получается левый. Берем данный провод и просто одеваем на контакты. Выглядит это следующим образом. Одели, и теперь подключаем мультиметр. Ставим в режиме измерения 20 кОм. Теперь подключаю сам датчик. Нижний провод подключаю минус. И верхний провод подключаю плюс. Ну что, теперь проверяем датчик. Как видите, подключил, значения уже увеличены. И датчик поворачивается именно вот этот против часовой стрелки. Берем что-нибудь удобное и начинаем проворачивать. Смотрите на мультиметр. Показания должны быть одинаковы и увеличиваться. Не должны не проседать. Как видите, было проседание. И вот это уже датчик неисправен. Дальше начинаю, он уходит в режим бесконечности. При этом я еще до конца его не открыл. Вот открыл до конца. Все пропало. То есть данный датчик можно смело менять. Он неисправен. И начальные показания тоже для него очень большие. То есть, если мы начинаем открывать, идет проседание в показаниях, скачки. И, соответственно, ваш автомобиль начинает дергаться. Также теперь беру новый датчик и подключаю также его для проверки измерений. Одеваю на контакты провода. Подключаю сам датчик. Низ у нас идет минус. Вверх у нас идет плюс. И сразу видим разницу в показаниях 1.17. Итак, начинаю проворачивать и, соответственно, смотрим показания. Вращаем медленно. Показания начинают растить, но при этом не падают. Видите, идет увеличение. И при полном открытии 6.58. Датчик совершенно новый, соответственно, исправен. Еще можно провести, посмотреть. Нигде нету проседаний. Ну, вот так вот легко и быстро проверить датчик. Соответственно, решить, стоит вам его менять или ее не стоит. Сразу говорю на диагностике. Если вы поедете, компьютерный датчик покажет, что он исправен. Но подробно его сопротивление можете измерить, если у вас есть сомнения, что именно по датчику дроссельной заслонки. Обычно на машинах, это Opel идет у меня, выбило 22-ю ошибку. Соответственно, пришлось смотреть, снимать датчики и смотреть, что с ним случилось. Если было полезное видео, ставь твою оценку, пиши комментарий и напиши, как проверяешь датчики ты. Все, до встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok